Приветствую вас, поскольку вы уже совершеннолетние, то я думаю, что пришло время брать ответственность на себя за то, что происходит в вашей жизни. То есть вам нужно самостоятельно, самой, обратиться к врачу, к врачу-психиатру, к психосерапевту, либо клиническому психологу, для того, чтобы разобраться, с тем, какое у вас сейчас состояние, чтобы вам назначили адекватное лечение, и, соответственно, после того, как оно будет назначено, в том числе и психотерапевтическое, в том числе, после того, как оно будет назначено, можно будет уже говорить о том, что делать дальше. Потому что сейчас то, что вы рассказываете про свои отношения с родителями, с мамой, с папой, это всё, безусловно, вас очень травмировало. Но до того момента, пока вы не будете, значит, с уверенностью знать своё состояние, да, и понимать, значит, свою особенность. До тех пор, пока вы не будете получать надлежащего лечения, может быть, вот. Я думаю, что до тех пор, любая психотерапевтическая деятельность вам будет противопоказана. Потому что для того, чтобы она была эффективна, нужно соответствующее состояние. Ваши. И нужны условия для того, чтобы с уверенностью можно было сказать, что вы готовы работать. Соответственно, в вашем случае, ещё раз повторю, вам нужно самостоятельно обратиться к врачу. Вот. Есть, значит, места бесплатные, где можно получить помощь. Вот. Выйтик. Ну так, вы сможете, значит, поправить немножко своё здоровье. Вот. И уже после этого, значит, записать к психологу, да, и с ним поработать. Вот. Я думаю, так. Потому что, ну, понятно, что у вас достаточно тяжёлая ситуация. Вот. Семья неблагополучная, да, вот. Травмы и детские. Вот. Всё это может, конечно, сыграть с вами очень злую шутку со временем, ну, в будущем. Потому что, если у вас разовьётся психо-психотическая модель поведения, да, то есть, если вы будете зависимы через чур от других людей, вот, то вам в жизни будет плохо, вам в жизни будет некомфортно, и вы не сможете раскрыть себя. Значит, обратите внимание на то, что вы подсели на сериалы. Да? То есть, вот, обратите на это внимание, что вы именно подсели на сериалы. То есть, у вас развилась зависимость от них, от сериала. Здесь нужно сказать, что ни одна зависимость не формируется. Просто так. То есть, у любой зависимости есть причины, и, как правило, эти причины связаны с желанием убежать. Вот. То есть, это защитный механизм избегания. Соответственно, проблемы начались, скорее всего, у вас ещё раньше, и с ними нужно работать. Для этого существуют различные техники, вот, для этого существуют методы, вот. Всё это решается, вот. Но главное, и сейчас повторю, главное – это ваше здоровье. Для того, чтобы вы были способны воспринимать психотерапию, в самом деле, это, ну, это работа. Это работа над собой, в первую очередь. Вот. И поэтому, для того, чтобы ваши усилия были не напрасны, для того, чтобы усилия психолога были не напрасны, вот. Нужно быть уверенным в том, что вы готовы к, значит, ну, к тому, чтобы менять что-либо в своей жизни. Как мне кажется, что основным вашим жизненным сценарием является сценарий «не думать». Вы можете посмотреть о нём в интернете. Вот. В интернете есть этот сценарий. Он так и называется, без ума, без разума. Значит, вот. И если вот просто вам сказать, что с вами происходит, да, что происходит именно это. У вас сценарий «не думать». Думать вам ваши родители, скорее всего, запрещали, не одобряли, что это вы думаете и так далее. Ну, соответственно, анализировать, то есть работать над взрослым эго-состоянием, можно и нужно, вот. Но, как вы сами понимаете, это работа, это процесс. И процесс в данном случае, ну, не быстрый, да. Вот. Соответственно, подумайте, как вы могли бы всё устроить, чтобы можно было получать терапию, чтобы можно было вам помочь, вот. Соответственно. Ну, и, и, вот, сами подумайте, ну, вообще, вот, как вы оцениваете своё текущее состояние, да. То есть, вот, у вас есть определённая проблема, да. Ну, просто, есть определённая проблема у вас. Вы говорите, чтобы мы вам помогли. Значит, наверное, у вас есть какое-то представление о помощи. Вот. И мне кажется, что, вот, для начала, ну, надо бы для начала определиться вам с тем, какой помощь вы хотите. То есть, эм, как вы представляете себе, эм, значит, помощь вам. Вот. Мне кажется, это важно. В смысле именно из этого, именно исходя из этого, можно говорить о том, эм, ну, сейчас, что делать дальше. То есть, вы, эм, свой запрос сформируете к психологу. Это не просто, как выжить, не просто разобраться в себе, а, что именно вас не устраивает, да. Что вы хотите в себе поменять. Понимаете? Вот. Например, принять себя, да. Перестать, 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 значит, значит, обесценивать себя. Научиться взаимодействовать с людьми правильно. Ну, то есть, чтобы это было с уважением ваших личных границ. А, значит, перестать, эм, там, влиться на родителей. А, ну, вспоминать, да, вспоминать родителей. А, ну, негативно. Вот. И так далее. То есть, всё вот это вот нужно вам с этим поработать. Пока что я бы вам рекомендовал бы просто выговориться, да, то есть, выбрать себе эксперта, эм, поговорить с ним, высказать всё, что у вас наболело, всё, что у вас на душе. Вот. Возможно, пара консультаций это займёт. А дальше уже переходить непосредственно к тому, чтобы, эм, заниматься корректированием, эм, того, что у вас, собственно, не устраивает. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на вопрос, эм, на ваш. Ага, значит, я надеюсь, что помог вам. А, если у вас, эм, остались, э, вопросы дополнительные, э, пишите в личку, я буду рад помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А, я желаю вам всего, э, самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok